В нынешних сложных условиях, которые в основном, конечно, обусловлены украинским кризисом, достаточно проблематично увеличить контингент российских миротворцев и не только тем, что внимание российских властей в большей степени приковано к украинскому кризису. Дело в том, что состав кадровый миротворцев полностью в нормативном плане формируется в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты в трехстороннем формате России, Армении и Азербайджана. То есть не прописано, что российская сторона по инициативе одной сторон, запросу одной стороны может увеличить это. То есть количество миротворцев прописано в заявлении о перемирии. Здесь, конечно, без согласования с Азербайджаном сложно каким-то образом менять и увеличивать количество миротворцев в зоне Нагорного Карабаха. Поэтому здесь, думаю, что это проблематично и не только потому, что у России сейчас нет свободных ресурсов для того, чтобы это сделать. Мне сложно говорить о том, какова была мотивация Азербайджана, азербайджанского руководства. То есть если судить по официальным заявлениям, которые звучат в Баку, такие действия были обусловлены невыполнением другого пункта, другой статьи заявления о перемирии четвертого, о выводе армянских вооруженных сил из Нагорного Карабаха. И азербайджанская сторона объясняет свои действия именно тем, что не все пункты выполняются, и поэтому Азербайджан оставляет за собой право на проведение односторонних вот таких вот шагов. Официальные пресс-релизы ничего не дают для понимания того, каковы реальные были цели визита министра обороны Великобритании в Азербайджан. Поэтому здесь мы можем только предполагать в рамках той системы отношений, которые существуют у России с Азербайджаном, в принципе, и тех договоренностей, которые в последнее время были достигнуты. Я сомневаюсь, что Азербайджан готов идти на такую серьезную конфронтацию с Россией, в частности, по тому же вопросу Нагорного Карабаха. То есть то, что вот те инциденты переходом азербайджанцев частично в зону ответственности российских миротворцев, ну, как бы это на самом деле ведь происходит достаточно локально в одной части Нагорного Карабаха. То есть сложно себе предположить, что здесь возможно серьезная полноценная конфронтация с выходом из договоренностей и заявлений о перемирии. Субтитры создавал DimaTorzok